Медиагруппа «Авангард» представляет Уважаемые коллеги, я представляю фонд «Сколково» как центр компетенции по нормативному регулированию цифровой экономики и в известном смысле являюсь одним из адресатов предыдущего доклада. На нашей площадке довольно много нормативных правовых актов сделано за последние три года, в том числе в сфере как раз регулирования вопросов, являющихся предметом рассмотрения данного форума. И сейчас я бы хотел несколько слов сказать про, по сути дела, электронный документ, который в центре большинства наших активностей находится, а именно про ту проблематику, которую мы видим, и про те подходы, которые, на наш взгляд, являются достойными для того, чтобы рассматриваться на следующих шагах развития регулирования в данной сфере. Электронные документы в действующем законодательстве, строго говоря, не урегулированы. Более того, подготовка законодательных изменений в части регулирования оборота электронных документов и их долговременного хранения, конвертации является одной из целей Федерального проекта по нормативному регулированию цифровой экономики. И, соответственно, если говорить про текущий статус, то наиболее продвинутой является деятельность Федеральной налоговой службы в этой части. Как вы все знаете, я не буду углубляться, но хотелось бы обратить внимание на то, что, соответственно, в части документов первичного учета организован электронный документоборот. Как уже говорилось, он на верхнем уровне неплохо стандартизирован, но достаточно плохо, с нашей точки зрения, стандартизирован на следующих уровнях. В частности, на площадке Центра компетенции была проведена, по сути дела, исследовательская работа в отношении сравнения действующих форматов этих электронных документов, а также их пересечения с другими направлениями, в частности, регулированием и стандартами, которые используются, например, в рамках проекта ЕАЭС, Федеральной службы судебных приставов и далее по списку. И, соответственно, мы выделили несколько очень похожих элементов, которые заставляют нас говорить о том, что с системной точки зрения такой подход не очень правильный, а именно в структурах близких документов присутствуют очень похожие фрагменты, при этом названные по-разному. Я думаю, здесь существенная часть зала имеет непосредственное отношение к IT, и не мне вам говорить, насколько это плохо, когда один и тот же сутевой состав информации, определенным образом оттегированный в рамках XML-схем или других инструментов с применением формальных языков, называется по-разному. Это означает, что в любое изменение, чем больше таких документов, а мы все-таки движемся в сторону цифровизации, все больше и больше количества документов, чем больше таких документов, тем в большем количестве разных документов будут установлены эти форматы, и тем сложнее будет добиться их гармонизации. В частности, уже сейчас коллеги из ФНС отмечают, что для внесения изменений в определенный реквизитный состав нужно поменять уже не один приказ, а несколько, и хорошо, если это приказы одного ведомства, а не разных. В ведомств, понятное дело, что эта схема, по сути дела, будет расползаться. Поэтому мы вот сейчас полагаем, что очень важно на данном этапе сконцентрироваться на выработке общих подходов по формированию общего состава метаданных, которые используются в документах, в первую очередь для того, чтобы, работая с разными документами, можно было их автоматически сверять, соотносить, строить какие-то логические рассуждения на них, в том числе автоматизированным образом, тем самым помогая людям, юристам, чиновникам и многим другим снижать свои временные издержки на этот анализ. Ну, это вот, нам тоже очень понравилась история, которая есть на площадке ЕС, это довольно систематизированная антология различных метаданных по разным документам, но проблема в том, что она у всех разная. Значит, соответственно, и так, можно акцентировать внимание на то, что сейчас нам очень важно синхронизировать вот этот состав метаданных, причем важно, чтобы он был удобен не только для государства, но также и отвечал задачам бизнеса, включая автоматизированную обработку документов. И таким образом я бы вот отметил в качестве довольно значимых требований некоторое количество требований к формату электронных документов, с учетом того, чтобы их блоки с метаданными содержали стандартизированные и переносимые элементы, а именно применимость к документам с опциональными полями и без таких, а также применимость к документам, содержащих как полнотекстовые фрагменты, так и структурированные фрагменты. Также возможность составления и, самое главное, идентичность машиночитаемых и человекочитаемых частей этих документов, потому что, я думаю, вы обратились, за последние два года на разных площадках состоялась дискуссия о том, что реквизитный состав документов может содержать какие-то данные, которые ненадлежащим образом видны пользователю, и после того, как пользователь подписывает данный электронный документ своей подписью, с чем именно он согласился, с тем, что он видел, или с тем, что было, условно говоря, в соответствующих полях прописано. Тем более, если мы будем двигаться в сторону машиночитаемых реквизитов, именно составляющих правовую основу сделки, либо каких-то иных правоостанавливающих документов, обязательно ли визуализировать все эти поля, потому что сейчас очевидно, что пользователь довольно большое количество из них не видит. Значит, также возможность сопоставления и сверки отдельных условий договоров на основе тех данных, которые там используются, возможность, очевидно, шифрования, подписания электронной подписью, присоединения необходимых меток, включая метки времени, доверенности машиночитаемых и так далее. А также важный пункт – это возможность многоуровневой децентрализованной разработки и публикации стандартов метаданных. В виде нормативно-справочной информации, в виде соотнесения с возможными полномочиями и с другими важными данными. Соответственно, и в этом ключе хотелось бы обратить ваше внимание на свежий документ, разработанный Федеральной налоговой службой, а именно он называется «Концепция развития электронного документа оборота в хозяйственной деятельности». Документ к нам на площадку буквально несколько дней назад поступил для официального рассмотрения. Мы его сейчас будем рассылать по нашим экспертам, кто входит в наши тематические рабочие группы, и подготовим официальное заключение. Документ является самым системным из имеющихся подходов к данному вопросу. Ни один документ не идеален, и мы надеемся все-таки, что этот документ нам получится улучшить, а также указать на важные элементы, связанные с защитой интересов бизнеса. Но мы, насколько я понимаю, очень совпадаем с Федеральной службой по целеполаганию, а именно коллеги прицеливаются в том, чтобы эффект от развития электронного документа оборота и развития машиночитаемости в этой части, он был для отрасли максимален. Собственно, совпадение целей, как известно, приводит к более конструктивной дискуссии. Хотел просто обратить внимание на то, что если мы говорим про необходимость использования различных источников данных, то различные источники данных и различные структуры, которые должны погружаться в документ, они, по сути дела, находятся в компетенции разных участников оборота. Что-то находится в компетенции регуляторов, причем разных, что-то на самом деле относится к интересам бизнеса. Поэтому с нашей точки зрения необходим следующий шаг в развитии электронного документа оборота, а именно создание федерированных библиотек метаданных, которые могли бы собираться в единую целостную библиотеку, по сути дела, подтягиваясь от различных участников. И кто этими участниками могут быть? Во-первых, очевидны регуляторы в различных сферах. Ну, там самое очевидное, это, например, ФНС в части налоговой информации, например, Минтранс в части транспортных документов, и, например, Минобразование или Минздрав в части, Минпросвещение или Минздрав в части социальных услуг, которые, условно говоря, описываются этими документами. Вот здесь просто приведен пример такой схемы. Понятное дело, что это не окончательное решение, это просто подход. Мы сейчас смотрим на те подходы, которые вообще, в принципе, в этой сфере возможны. Но мы предполагаем, что вот именно такая федерированная библиотека метаданных, которая будет зафиксирована на федеральном уровне и будет управляться из различных, по сути дела, центров принятия решений, она позволит и операторам электронного документа оборота, и, соответственно, конечным пользователям расширять применение интеллектуальных алгоритмов для того, чтобы эти документы правильно обрабатывать и классицировать, в том числе поддерживать автоматизацию учета для разных целей, в том числе поддерживать проверку выполнения различных требований регуляторов автоматизированную, ну и так далее. Значит, еще один момент, на котором я становлюсь, это, соответственно, частичное раскрытие данных. Значит, почему очень важный вопрос, и почему мы считаем, что за этим вопросом, за решением этого вопроса в хорошем смысле слова «будущее», а именно потому, что для бизнеса, по крайней мере, наш анализ показывает, очень удобным является, условно говоря, сделка, содержащаяся либо в одном документе, либо, по сути дела, в одной системе взаимосвязанных документов. Да, и в том случае, если такого типа сделку подписывают, например, электронной подписью две стороны, то, понятное дело, что все условия, по сути дела, находятся в одном фреймворке, и с ним удобно работать, ничего не выпадает, ничего никуда не исчезает. Но здесь возникает какого типа проблема? А именно проблема в том, что если надо кому-то что-то с помощью этого документа доказать, то часть информации может быть весьма чувствительной для бизнеса, и, соответственно, представлять коммерческую тайну, и поэтому, на самом деле, создаются довольно сложные, сейчас пока человека читаемые схемы, когда одни документы предоставляются, другие, которые лежат в приложениях, не предоставляются. Все это подписывается в разное время разными подписями, и довольно сложно понять конечные контуры сделки как таковой. С нашей точки зрения перспективным является формат электронного документа, который позволяет, подписав целиком документ, по сути дела, подписать каждую из его частей, и, соответственно, такие алгоритмы существуют. Мы думаем просто, что из этих алгоритмов может применяться. При частичном раскрытии информации, хэши, закрывающие соответствующие разделы документа или элементы документа, которые также были подписаны электронной подписью, по сути дела, будут предоставляться вместо содержимого этих фрагментов, и у получателя такого частично скрытого документа будет возможность проверить подлинность электронной подписи и соответствие содержания документа, который он получил, тому документу, который был подписан. Вот, пожалуй, на этих трех моментах я бы хотел остановиться. Если есть необходимость, готов ответить на вопросы. Спасибо, Сергей Владимирович. Наверное, не столько вопрос, сколько комментариев и дополнений. Вот поддерживаю, что исключительно важно предусмотреть возможность применения механизмов подписания, шифрования к отдельным элементам документа, потому что даже в жизненном цикле документа какие-то данные могут быть неизменны и подлежат подписанию с последней проверкой, а какие-то данные в его жизненном цикле могут изменяться. И изменение каких-то атрибутов вовсе не обязательно должно приводить к изменению электронной подписи целиком на этом документе. И действительно очень интересно посмотреть, как вы реализуете вот этот технический подход к частичному раскрытию данных в тех или иных случаях и к подписанию электронной подписи отдельных блоков документа. Желаю удачи на этом пути. Мы очень надеемся, что реализует регулятор. Мы ему, конечно же, поможем советами и проектами документов. А я со своей стороны поэтому приглашаю всех заинтересованных экспертов к участию в этой работе. Сергей, еще такой вопрос. Понятно, что создание форматов – это перевод из человека читаемого вида в машиночитаемый. Это подход для тех, кто разрабатывает системы и кто отправляет документы. К тому же, кто получает документы, важно, чтобы произошло обратное из машиночитаемого вида в человекочитаемый вид, документ преобразился. Предусматривает ли ваша концепция какие-то отдельные технологические принципы или рекомендации, методики или инструменты по визуализации электронных документов, поступивших в не очень понятном человеку виде, для того, чтобы можно было потом использовать это и в работе, и в том числе в суде. То есть весь спектр вопросов, которые до этого обсуждался, он как раз вокруг этой темы крутится. Ну, смотрите, вопрос достаточно сложный к ответу, хотя есть экспресс-ответ «да». Соответственно, я просто не знаю, насколько есть смысл вдаваться в технические особенности, но именно вот, по сути дела, федерированная библиотека метаданных, про которую мы говорим, она – это единственный инструмент, который может потенциально претендовать на, скажем так, всеобщий охват, потому что невозможно иначе ни в одной точке, так экономикой, так регулирование устроено, не существует такой точки волшебной, в которой можно было бы установить все форматы навсегда и дальше обеспечить их целостность и неизменность. Вот если мы говорим о федерированной, то есть о распределенной библиотеке метаданных, то ключевой фактор – это как раз механизм сбора всей этой информации из разных источников, разных регуляторов, разных саморегулируемых организаций отраслевых, которые поддерживают такие справочники. А мы, на самом деле, за рубежом видим такие примеры, когда ассоциации со стороны бизнеса тоже участвуют в поддержании соответствующих наборов данных. И у нас, я верю, такие появятся. Например, ассоциация больших данных довольно активно в этом диалоге сейчас участвует. По крайней мере, то, что касается их жизненно важных интересов, а именно интересов, связанных с обезличиванием персональных данных. Значит, соответственно, поэтому, да, мы считаем то, что именно эта задача должна быть одной из центральных, и мы видим потенциально, как это технически сделать, вопрос, насколько мы зайдем далеко в машиночитаемость. Потому что ведь на самом деле, я думаю, что, опять же, ни для кого не секрет, что письменность вот тогда еще, до Шумевской эпохи, она появилась как формальный язык, неполная письменность, так называемая, а потом она уже стала полной. Вот сейчас с машиночитаемостью происходит примерно то же самое. У нас сейчас есть, условно говоря, база данных, которые, если присмотреться, от первых линейных табличек почти ничем и не отличаются. Да, но вот языка машиночитаемого, на котором можно писать гражданский кодекс, пока на самом деле нет. И мы просто поэтапно будем идти в сторону перевода в машиночитаемый формат именно правовой логики и логики сделок. И вместе с этим переводом будет усиливаться возможности, условно говоря, автоматизированной проверки и всего прочего, что по разным оценкам может сэкономить от 6 до 10 миллиардов человек-часов в год в России только. Да, соответственно. И, конечно же, но вместе с этим будет расти риск, о котором вы говорите, что обычный человек, привыкший к обычному ворду, он не все из этого разберет. И вот набор компенсирующих мер, которые должны сопровождать этот перевод в машиночитаемость, в том числе однозначность обратного перевода, неангажированность обратного перевода, потому что, как мы знаем, конкистадорам пришлось в Америке перейти на их письменность кипу, потому что они не могли понять, что там написано. Вот, поэтому, соответственно, и здесь то же самое. Мы вот такой ловушки, такой дискриминации людей, которые не в состоянии читать машиночитаемые записи, конечно, должны избежать. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Субтитры создавал DimaTorzok